Цвет стручков может быть не только зелёным, но и жёлтым, и даже фиолетовым. Она не накапливает в себе вредные вещества из окружающей среды. Выравнивает гормональный фон у мужчин и женщин. Положительно влияет на мочеполовую систему и выводит лишнюю воду. Служит источником витаминов, минералов, содержит легко усваиваемый растительный белок и углеводы. Спаржевая фасоль малокалорийна и ускоряет метаболизм, что делает этот продукт полезным в диетическом питании и при похудении. Имеет низкий гликемический индекс, рекомендована диабетикам. Спаржевая фасоль обладает отхаркивающим действием, обладает противовоспалительным действием, полезным при артритах и астме, и при инфекциях кишечника. Выводит из организма токсины, улучшает работу желудка и печени. Регулярное употребление спаржевой фасоли является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Способствует улучшению внешнего вида, так как употребление спаржевой фасоли положительно сказывается на кожных покровах. Хорошо влияет на нервную систему и помогает при стрессах и утомлении, и головной боли. Консервированный продукт лучше исключить из рациона питания, так как он может содержать в маринаде сахар, соль и вкусовые добавки. Стручковая фасоль принесет пользу при таких заболеваниях, как артрит и ревматизм, астма, инфекционное заболевание, воспаление легких и бронхов, атеросклероз и болезни сердца, повышенное давление и ожирение. Но есть и противопоказания. Нежелательно употреблять овощную культуру при метеоризме, обострении болезней желудочно-кишечного тракта, панкреатите и холецистите. Она совместима со сметаной, растительным маслом, овощами, морковкой, кабачками, капустой, кукурузой. Не стоит ее употреблять на ночь, так как она содержит много растительных волокон, которые тяжелые для переваривания. Поэтому употреблять эти бобовые желательно не менее, чем за 3 часа до сна. Овощ можно парить, варить, а также мариновать. Тепловая обработка обязательно, поскольку в стручках находится токсическое вещество фиозин. Ко всему прочему, варка продукта уменьшает содержание пуринов. Рекомендованная дневная доза для одного человека взрослого – 200 грамм. Блюдо из спаржевой фасоли готовить за считанные минуты. Стручки помойте, разрежьте на небольшие кусочки. Отварить минут 5-7 в подсоленной воде. Мелко нарезать огурчик и помидорчик. Добавить зелень. С фасоли сливаем воду, даем ей остыть. Отправляю фасоль в салат, добавляю в соль перец по вкусу и заправляю растительным маслом. Вот такой быстрый, полезный рецепт салатика. Попробуйте! Приятного всем аппетита! Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал. И тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. Всем спасибо за просмотр! До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok